У нас второй тайм матча триумф ай-кью трейдинга отложенного, который проходит не на Спартаке, немножко в лом поле, и счет пока что 3-2 в пользу триумфа, и мы увидели очень неровный первый тайм, как с тотальным преимуществом триумфа, они забили подряд три мяча, потом ай-кью трейдинг все-таки смог отыграться и перехватить, наверное, инициативу, не побоюсь этого сказать. Да. Тем не менее, еще один мяч есть преимущество все-таки у триумфа, это все как ни крути, это комфорт, я думаю, ты с ума согласен. И, ну, посмотрим, что будет сейчас, и, может быть, какую-то идею они смогут подплатить, потому что я видел, как общались они, наверное, со своим тренером, и у них, мне кажется, есть план на игру. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим, конечно. Какой-то момент показалось, наверное, в первом тайме, что игра будет в одни ворота, но, о-о-о, ай-кью трейдинг развеял эту иллюзию, и достаточно эффективно. Что же они все-таки придумают? Разыграют на городке? Нет. Мяч снова у ай-кью трейдинга. Хороший клёсткий удар. Вартар немножко испугался, что мяч над ним подскочил. Видно, что потерял немного ориентацию, вот, как из этой ситуации выйти. Но, тем не менее, для них хорошо обошлось все. Сейчас будет триумф вводить в задней линии. Нервная такая немножко игра. Сейчас на половине боли триумфа, они немножко не до конца сконцентрированы отыграют в обороне. Может, потому что бояться, ай-яй-яй, как Цибенко сейчас-то поборолся. Чуть не привез гол. Все-таки остается на половине соперника разыграть. И можно бить, нет. Мяч остается все-таки у ай-кью трейдинга. Сейчас было очень-очень опасно. Ворот триумфа. И на парашюце, на парашюце третий гол. И это угловой. Как-то игрок отбивал мяч, будто не видел его, когда вот. Ну, пока он в него не ударился. Возможно, перекрыл кто-то из своих партнеров, поэтому такая неуверенность. Вот, хорошая возможность. Игрок, и можно же, можно забивать. Какая скорость. Это гол, 4-2. Какая скорость. Молодец. Отдельная похвала ему. По-моему, это скрипник Максим, если я не ошибаюсь. Какой номер? Восьмой номер. К сожалению, мы пока что затрудняемся сказать, кто это. Игрывает Гузенко Александр. Да, возможно, это Гузенко Александр. Игрок, игрок, игрок. И вот как опасно все-таки может выстрелить триумф иногда. Немножко не думал, у меня сейчас, по-моему, рефери АКЮ трейдинг. Триумф! Триумф! Опять нет, перехватывает. Открытие, не ошибаюсь. Игрок, игрок, игрок. Триумф! Сразу же атаку. Триумф! Опять мы видим очень буквы. Открытая игра. Открытая игра. Да. Ой, как ошибается сейчас прям при передаче. опасно прострел и нет вратарь это все прочитал и пресек можно можно играть можно разыгрывать чернобака пробиться сам но не получилось слишком годно до снова 2 3 в 1 посмотри обрезка конечно была сейчас фатальная и моих молодец и что молодец блин какой молодец ты посмотри на нечего сказать казалось же будет год но самый 2 в 1 и такой такой тренинг куда я я и совсем вадима немножко не хватало нету же потому что немножко немножко поспешли на совещание нужно было чуть-чуть подержать ой какой сейчас момент крестовина я аж даже испугался немного нужен ворота залетит на высоких очень скоростях сейчас у нас происходит и развивается игра атака за атакой на встречных интересная передача но не поверю не поверю что пропустит не поверю что пропустит к защитнике поэтому а зря нужно быть готовим всегда это хороший проброс борьба у нас цепляется видно батаре то все видел и перекрыл через вратаря сейчас эти трейдинг пытается найти рисунок свои атаки кто-то своей игры но тем не менее не хотят сбавляет скорость опять же цепленка зря зря он здесь балет в середину я считаю потому что тесто он сузил игроков вратарь там читает читал сейчас разыграли попытаюсь разыграть не хватило при передаче с дать комприумф и поэтому мечного бит трейдинга весны что пробросок на фланг можно отдавать два передача почти прошла а сейчас можно ну а я слишком долго долго держали мяч у себя наверно начать к тебе когда вы пытаеться биться классно обработал мяч на бровке левой шире вот сейчас надо было разыграть зря я думаю опустил голову и побежал на двух игроков это чудо на самом деле что пролез чудо чудо серьезно верила что он там лучше поддал на бровку и воспользовался свободной зоной и таким образом я думаю неудачный прием попытался исправить ситуацию до корот коронным своим движением на самом деле по раму часто так скрыто играет и немного немного не точно передача будет можно бить момент момент был опасный сдалека но я тебе скажу что почему никто не перекрывает побежал из центра поля в средину и никто не перекрывает удар немножко не слаженного обороне надо уже играть я на самом деле считаю что учитывая то как они контролируют мяч как перемещается можно играть уже и будет больше результативность грамотно вот сейчас он перекусывает кто под него откроется подсебенко борьба у нас банзу удар мяч летает и поэтому давить перспективно по хорошо приложил по факту а вот ну хорошо предложить звук такой был смачный ну да если уже и полетит куда-то в сторону ворот вкусно ну а вот разыгрывают и немножко пытался оттеснить он на тем не менее это вот друг друга выцарапать просто таким мяч как интересно что разыгрывает ай-яй-яй у нас все перехватывает перехватывает пока трюк чувствую что некомфортно это эти два мяча разницы такие тренинга и пытаются построить последний игру забить на раз опять сократить разрыв можно бить чуть жестче жестче если и бить то жестче можно было воспользоваться не получилось у него твой право твой право вверх а теперь все разыгрывает нет убирает тяжело когда не возвращаются партнеры и не поддерживают в обороне полина легке на легке он прокинул левой ногой значит против левши и всегда сложно забирать мяч когда он прокидывает влево для себя то есть право защитника очень неудобно нам правой ногой там вставлять мяч в мяч неуверенно он принимал мяч да немножко растерялся поначалу поэтому такой тем временем счет у нас 4 2 и 10 минут уже как сыграли свет 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 с собой эти тренинни сейчас но нет перехватывает можно развивать свою контратаку ну удар сейчас попил но мне кажется зря зря хорошая попытка наверное давно просто с мячом не был захотелось ударить если мало да мало он сделал ударов сегодня но зря мне кажется надо было 5 5 опасных моментов враты у но не смогли забить ну второй 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 миша 5 за спиной прострел и ну сейчас конечно нужно забрасывать далеко вбрасывает вратарь но это такой немножко не сыгранность между тем куда вбрасывает долгкипер и где находятся игроки триумфа как тебе кажется ну я думаю да ошибка сейчас фатальной при передаче и можно 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 здесь было как больно ногу мне показать что это все таки пол наверное сейчас может повторить такой у нас спорят игроки был фолл или нет мне показать что все таки был был конечно я слышал стук даже если не попал все же все равно ну как бы стык есть стык а человек на ударе я думаю что первую очередь это мешает как-то комфортно пробивать и это не чистый отбор ну поэтому судья и дает наверное за крики вот и дает желтую я так думаю по посылку будут пробивать как ну что будет разыграть или все таки с ударом с ударом в любом случае с ударом хотя да наверное на скрипника сыграет все таки на скрипника он не готов был никак и корпус как-то не положил вперед как-то безответственно не пробили не знаю столько выпрашивать штрафной ну то есть да выжидать этот штрафной и так не ответственно ударить надо было отыгрывать сейчас воли на севинках заново не сделала этого не знаю зачем можно выцарапать нет интересно что они придумают в ответ чается жесткой передачи на этом перехватывает опять перехватывает сколько сейчас сколько сейчас брака мы увидели это за буквально за пару секунд и и спокойно все таки сбивает на атаке сейчас триумфа нужно вернуться успокоиться немножко если сыграть и это получилось не результивно начал раторе отвернулся спокойно будет наверно водить да далеко забрасывает но хотя нет может быть это и был такой замысел такая была задумка неудобно бить такой позиция удар получился достаточно плотно я думаю если бы в угол летела противоположное от вратаря я думаю сложно было были бы проблемы с фиксацией на правую руку вот он играет сейчас можно простреливать нет ты обратил внимание передачи правильно отдал меня становился то есть не жесткая плотная передача когда удобно то есть под ногу подумать чем-то похоже на скрытую такую хорошую на большом поле так любят делать прострел у меня еще такие пока у айкью трейдинга пытается что-то индивидуальное мастерство раскачать и цибенко но не получилось опять же цибенко как он успевает и в обороне отыграть и поработать на атаку интересно конечно далеко забрасывать хорошей передачи на перехваты снова у нас на подборе триумфа заметьте команда больше двигается видно санит подрывается прямо моментально за не конечно контроль мяча немножко больше брак часа яй но это нужно забивать не немножко не точной передачи или это удар был я так не разобрался до конца можно можно то что-то не дают уйти игроки триумфа мячу выбивает подальше от ворот что в принципе очень правильно со стороны пытаться и айкью трейдин все таки протянуть как-то мяч цепились возле штрафной она нет так ну как-то так очень цепко играет обе команды да ничего не скажешь я думаю что в первую очередь стоит отметить то что все таки айкью трейдинг все ближе и ближе к воротам волна заревает сейчас мне кажется грамотнее все таки для спокойствия попытаться забить еще один ну для того чтобы разгрузить немножко вот эту постоянную можно сказать навалу этих атак да которые демонстрируют айкью трейдинг они неудачные пока что но все это как ну мы понимаем вот вот сейчас есть возможность воспользоваться пол у нас был судья дает играть да можно играть положенный фол и желтую карточку но тем не менее дал заиграть не стал останавливать игру и мне кажется что это правильно было решение хотя триумф полноценно не смог воспользоваться этим моментом будет водить триумф будет водить мяч ну изыграли на короткие через назад играет пытается все таки раскачать немножко кью трейдинг но ребята здесь кью трейдинга не будут это просто удаваться какой хороший прием мяча молодец молодец ну вот таки воспользовались они этим моментом и это видно красный убегай восьмой номер ну цифров забивает счет становится 5-2 в пользу триумфа да молодец молодец хорошая обработка мяча но позволило ему комфортом подумать и правильно пробить я думаю это является одним из преимуществ за счет чего у него так получилось хорошо ударить эйкью трейдинг очередной раз разыграют уже с центра поля у нас счет 5-2 и снова триумф забивает в первой половине тайма три безответных мяча вот сейчас надо было назад отдавать не тянуть спиной а сразу отыграть назад через центр дабы игрок с центра мог слабую передачу отдать сейчас на Сергея немножко не прочувствовал старший представитель команды эйкью трейдинга эту ситуацию и и не сделал этот пас соответственно перетянул и уже какая-то атака какое-то движение да игрока ну теряется опасно опасно последний пытается мотаться сейчас и поэтому мяч эйкью трейдинга но нет триумф опять перехватывает развивает свою контратаку какая скорость хорошая можно простреливать но нет заблокировали и в принципе мяч теперь переходит к эйкью трейдингу сейчас они будут разыгрывать разыгрывать на городке давай-давай пацаны давай-давай до конца до последней минуты семь минут еще до конца в принципе и можно можно счет сравнять да я тебе скажу на самом деле как эти команды друг другу очень подходят одна контролирует мяч другая любит его выграсти и побежать на контратаке им комфортно друг с другом играть просто пока что пока что я не вижу хороших атак именно от эйкью трейдинга у ворот ворот жёсткое столкновение неприятное наверное для обоих мне кажется спорный мяч да то есть после того что двое столкнулись не видя друг друга ворот 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 мне показалось что там сильно такого прям пола наверное не было со стороны триумфа как захотел сыграть в мяч ну так как скорости были не слабые ну да сейчас будут водить спорный фэрплей как говорится да мы видим фэрплей который заслуживает всегда аплодисментов на мой взгляд все разыграть перехват вот сейчас триумф нужно играть всегда до свистка все таки как там бы ни было стрел стрел а что IQ трейдинг не получается реализовать свое хорошая передача сейчас надо делать ускорение находить что-то придумывать очередная обрезка я думаю недоволен своей игрой в любом случае триумф пользуются вот этими моментами потери мяча не раз они сегодня классно выбегали в контратаку когда вот были такие обрезки удача на скрипника удар заметьте правой ноги пробивал неродной удар то все равно хорошо неплохой получился как с родной почти как с родной ну чуть-чуть чего-то не хватило может везение какого-то где-то и гол ну но рефери дает желтый за игру после свиска федеральный после свиска перехватывает как сейчас мяч триумф ну я просто поражаюсь как они так четко перехватывают то передачи удар скрипит скрипит справа справа мне просто нужно было давать передачу как подсказывали партнеры по команде сейчас далеко забрасывает целясь на бугу безрезультатно пока что пытается нащупать какой-то свой рисунок игры китай тибенко счет индивидуального мастерства класс класс двигается красиво и немножко здесь уже уперся надо сейчас затянул хотя кто знает все может быть еще все-таки мяч у икью трейдинга можно нет это удар цепка он работал с мячом за счет перекатов и корпуса почти получилось создать с нуля момент забрасывает вратарь но мяч вышел ваут поэтому икью трейдинг будет разыгрывать а у нас сейчас уже не так уж и много времени просто время между пальцев утекает часу икью трейдинга он безответственно безответственно он просто побежал прямо мимо игрока на что рассчитывают я не знаю мне кажется это наверное является сегодняшним залогом команды хороший состав бегущие классно контролирует мяч чего-то не хватает пока что ну ай-яй-яй-яй-яй ну сейчас интересно но но не получилось перехватывающий с меня начали трейдинг могли развивать свою кудр-атаку чернобаев удар рядом очень рядом хороший был удар казалось все шансы есть у этого удара чтобы попасть превратиться в гол но тем не менее что вдоль вбрасывание далеко ну за бобороса удар Не получилось забить сейчас в этой ситуации, хотя, казалось бы, можно-можно было. Сыко, поднимай, проведешь Роман Боборосов. И... Ай-яй-яй-яй, жестко поставил ногу. Вратарь не дал себя обыгорать сейчас в этой ситуации. Хорошая передача, но... Ай-яй-яй-яй. Хорошо, он вошел сегодня в игру, Вадим. Но не использовал ту жесть за сегодня, наверное, три момента, я насчитаю. Вот эти три момента, считаю, и обеспечили бы хорошую ситуацию на табло. То есть, ну... Ну, как минимум, равен. Как минимум, равен. А как максимум, может быть, даже и доминирование. В первом тайме сейчас и в средине был тот же момент у него. Прострел, но не... Такой слишком чересчур. Право встать! Право встать! Вон, одесса. Это дальнее нужно замыкать всегда. Но... Там партнер был сейчас... Встречай, Миша! Встречай! Встречай! Интересно, разыгрышу на Кью Трейдинг, прострел. Нет, там вообще не проходит. Вот, скрипник сам выходит. И можно решать. Вот! Что становится 6-2? Технично. И скажу, очень свойственно левшее пробил. Я могу одно сказать, конечно, в любом случае сейчас будет недовольный. Все-таки IQ трейдинг своей игрой, потому что потихоньку, даже упорно я стараюсь как-то исправить счет, они продолжают пропускать. Много все-таки перехватывает сегодня. У них мяч триумф. Даже теперь удача, которая, казалось бы, совсем необязательная. Было бы и перехватывать. Кузнобаев. Цибенко, Цибенко с ударом, но это угловой. Просит подать мяч, потому что время-то все-таки идет. Мяч у нас вылетает далеко очень на этом поле, и это безусловно минус. Сейчас разыграют угловой. Ой-ой-ой, забивает у нас, наконец-то забивает свой момент Вадим Чернобаев. Молодец, судья будет записывать фамилию. Осталось одна минута играть на футбольном поле. Будет разыгрывать триумф. Какую скрытую передачу отдавал-то, посмотри. Вот судья озвучивает то, что остался последний ввод мяча. И светит финальный свисток. Блядь, судей, это ты выщешь, пиздец.